Добрый день! Очень долго стояла у нас EWR после доработок. Напомню, эта моделька у меня во владении уже несколько лет. За это время она претерпела ряд видоизменений. Появились уже частично запчасти от Traxxas для усиления, потому что так или иначе, ремовское решение в EWR, что динозавр при использовании 3S начинает очень сильно нагружать внутренние элементы, такие как шестерни, конические, ведомые шестерни, прилегающие к дифференциалу, сателлиты, чаши, то есть все это становится расходником при использовании 3S. Это усилено уже Traxxas. И после последней переборки я здесь заменил огромное количество всего. То есть все на самом деле конические шестеренки я их также поменял, но в данном случае менял на ремовские. С Traxxas здесь внутренние сателлиты дифференциала, центральный уже карданчик, какие-то шестеренки я менял. Но я уже, честно говоря, не помню, что именно EWR-ка сейчас у нас вот на такой корочке, не убивайте в виде жука, тоже с наклеечками. Достаточно долго она стояла после последней переборки. Ссылка там на доработки, которые проводились с машинкой, будут в описании. В общем, давайте сегодня просто покатаем, потестируем машинку. Сначала лайтовенько на 2S, а потом уже прям полноценно на 3S. Так, начинаем с 2S. Опять же, слипер не стал полностью... Ой. По-моему, это феерично. Смотрите, просто лопнул передний привод. То есть сейчас я постараюсь показать. То есть видите, вот там вот... Давай, давай, фокусируйся. То есть смотрите, вот здесь он просто лопнул. По факту был один резкий, хороший, нормальный старт на 2S. Что ж, меняем. Будем продолжать в следующий раз. Итак, попытка номер два. Установлен сразу 3S аккумулятор. Ну, давайте попробуем немножко более плавно газовать. Немножко покатать. Посмотреть. 3S, смотрите, скорость. Пуля. Класс. Вот если бы эта машинка не ломалась так часто, вообще, была бы шикарной. Скорости хватает в целом. То есть ремка ремонтопригодная, запчасти там подходят для усиления. Но вот слишком уж часто она выходит из строя. И опять же, проблема очень часто в приводах. Мне кто-то рассказывал, что на данную модельку можно поставить привода техно. Но вот не знаю, какие. Что-то я как-то пытался поискать, разобраться. Но так и не нашел, какие именно. И, соответственно, где их купить. Можно, конечно, поставить и обычные сюда привода, там, того же слыша. Ой, ой. Но если поставить такие привода, ой, то колея у нас уменьшится. Не хотелось бы. Потому что здесь у нас ости удлиненные. В этом-то как бы и проблема. А римовские, конечно, не очень надежные. Красиво летит. А еще, даже, знаете, после даже переборки... Так, что-то он прям сегодня летит прям вперед активно. После переборки все равно ощущаются какие-то звучки. Я вот, не знаю, все шестеренки поменял. Вроде подогнал, все смазал. Ну, корка-то не убивай-ка. Пойдешь, не сломается. О! Надо учиться прыгать. Не на ремках, конечно. Ну, а какие варианты? Чего-то как-то он сегодня у частника переворачивается. Ну, отдадим должное модельке. И после переборки она стала ехать, ну, прям повеселее. То есть, мне кажется, даже по скорости получше стало. Возможно, то, что там шестеренки где-то повезносились до этого. Поэтому похуже ехала сейчас. Прям вот динамика на 3С. Слушайте, давно я не помню, что эта машинка у меня так ехала. Единственное, переваливается. Но это, скорее всего, вот из-за задней части. Потому что она утяжеленная. И он начинает сносить. И вследствие чего он прям закидывает его. Колеса, конечно, жестковатые, но пытается их тоже раздувать. То есть, видите, поменьше и прям неплохо. КОНЕЦ Сзади вилибар отваливается и постоянно цепляется. Смотрите, два раза не видел, куда еду. И заехал на трамплин нормальный, приземлился нормально. А когда вижу, как попала, трава. Класс. И последний разочек. Но с другого старта. Слушайте, ну после переборки, конечно, мне прям нравится, как он едет. Подинамичнее стал, поинтереснее. Зацепчик, видимо, получится за счет чего и скорость. Притом, что я раньше вообще постоянно газ выжимал. А здесь я сейчас прям сегодня катаюсь. Ну, не сразу даже выжимаю. Потому что скорости прям хватает. Ну, плюс трес, не забываем. Отлично полетело. Вроде что, даже не сломался. Что ж, ну давайте подытожим после данного теста. Ну и расскажу о некоторых нюансах. Первый нюанс. Я начал ломать корку-неубивайку. С точки зрения крепости, она очень-очень надежная. Но вот здесь она сейчас, видите, у меня загибается. То есть, вилибар... Видите? То есть, она должна сидеть у меня вот так. Она сидит вот так, потому что вот эта часть, она болтается. Она вся тут потрескалась. Это вилибарчик. Он, в принципе, крайне ненадежный. Поэтому я его, скорее всего, сменю. За меню, может быть, поставлю сюда бамперок от 9М. Он длиненный. В принципе, вилибар данной машинке, честно говоря, не нужен. И он реально от ударов постоянно ломается. Он слетает. А бамперок от 9М, он понадежнее. Ну, или вот EX3, например. Соответственно, корочку размещу подальше. Она более ровненько сядет. И, соответственно, перестанет ломаться. Потому что вот здесь от ударов, она здесь потрескалась. И потрескалась она от того, что в ударах ее вот так бьется. И она ударяется вот сюда, вот в эту бабочку металлическую. И обратите внимание, она у меня сейчас неровная. Она вот такая погнутая. Потому что вот сюда именно удары приходилось. И корка повредилась, и бабочку погнул. А плюс сами амортизаторы сейчас под наклоном стоят. Поэтому это нужно будет снять. То есть, я думаю, что это просто нужно выгнуть и поставить ровно. То есть, менять точно не нужно. А второй нюанс то, что у меня коннектор очень сильно горячий. У меня машинка начала вырубать. То есть, она вроде раз остановится, подойду, что-то пошевелю, она заработает. Видимо, на самом регуляторе оборотов проводочки прям тоненькие. Подзагнулись у меня. Сейчас покажу. Регулятор оборотов вообще отклеился от посадочного. Слетел. Там кнопка. Ее тоже она отлетела. То есть, вот так все. Кнопка вот здесь. Но я еще пару раз думал, что что-то произошло. Подхожу, вырубилось. Просто кнопка болтается, ее выключает. Надо, в общем, здесь все попереклеить нормально. То есть, с механической точки зрения это все перебрало. Вот эти нюансы как-то не усмотрел. Плюс у меня, в принципе, здесь на двигателе есть момент, что провода здесь перетерлись очень сильно. И я думаю, что тоже момент. И, скорее всего, тоже скоро может это выйти из строя. Потому что, если здесь присмотреться, привода от регулятора оборота у нас просто уже оголились. Думаю, не знаю, надо снять, может быть, напаять и сверху термоусадку посадить. Закрыть, в общем, все это дело. И, в общем, надо немножко тут тоже поддоделать с точки зрения вот этого нюанса. В остальном, в остальном, вроде все хорошо. Покатали, потестили. Надеюсь, видео было интересным. Ну и, в принципе, все. Всем пока. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok